Почти две с половиной тысячи осужденных в Рязанской области привлечены к оплачиваемому труду. Большая часть из них работает на производственных объектах. Это цифры управления ФСИН. Произведенных в колонии товаров уже реализовали больше чем на 300 миллионов рублей. В целом, наказание в виде принудительных работ в Рязанской области исполняется с 2019 года. Исправительные центры работают в Скопине, в селе Шумаш и в Касимовском районе. Такую задачу перед регионами поставил президент России. И реализация поручения президента о создании в каждом субъекте Российской Федерации не менее 400 мест для отбывания наказания осужденными принудительными работами. Сразу забегая вперед, хочу отметить, что мы с вами, Артем Анатольевич и Сергей Владимировичем, с этой задачей успешно справились. У нас было создано 402 места дополнительно. Вице-губернатор Рязанской области Артем Бранов поблагодарил сотрудников УФСИН за ответственную работу. Он отметил, что правительство региона заинтересовано в сотрудничестве и готово оказывать поддержку по увеличению объемов производства в исправительных учреждениях. Однако эффективное обеспечение правопорядка, как на территории учреждений, так и за их пределами, невозможно без взаимодействия всех правоохранительных органов. В этой парадигме отношений УФСИН России по Рязанской области работал весь прошлый год. Органами внутренних дел оказано содействие в раскрытии 406 преступлений. Наша общая задача при реализации всех предусмотренных законов форм и методов воздействия на осужденных обеспечить их законность, прозрачность и гуманность. Решение столь ответственных задач надвижит осуществлять в тесном контакте с правительством Рязанской области, представителями общественных организаций и прокуратурой. Подводя итоги прошлого года, Александр Комков обозначил новые цели и задачи на 2023 год. Как минимум придерживаться хороших показателей. Как максимум превзойти их.